Приветствую вас. Вы знаете, вот я прочитал ваше сообщение, прочитал ваш вопрос, и знаете, вот если говорить конкретно о том, что вам делать, то я бы здесь однозначно бы порекомендовал бы только, знаете, вот раздельное временное проживание. Дело в том, что то, что вы описываете, те проблемы, которые вы описываете, та проблематика, о которой вы говорите, она с ней возникла, к сожалению, не только что, она возникла даже не вчера, она возникла очень давно. И проблема заключается в том, на мой взгляд, что вы даже не осознаете до конца, что у вас с мужем уже довольно большое количество времени и есть достаточно серьезные проблемы в отношениях. Именно серьезные проблемы в отношениях, я хотел бы, чтобы вы это постарались понять, серьезные проблемы в отношениях именно из-за непонимания друг друга. То есть, да, ваш муж говорил вам о том, что вы можете заниматься собой, заниматься ребенком, вот, и какое-то время для него это действительно было актуально. Я думаю, что он действительно в это верил, я думаю, что это действительно правда, то, что он вам говорил. Но все течет, все меняется, и в определенный момент времени вы не увидели того, как у вашего мужчины что-то изменилось. Вы не увидели того, как у вашего мужчины изменилась его позиция, изменились его взгляды, изменилось то, как он себя стал вести, и так далее, так далее, так далее. Вот этого всего вы не увидели. И именно это самое, знаете, самое скверное здесь, что вы не заметили, как изменилось отношение к вам, вашего мужа, и он сам к вам изменился. И это заставляет задать вам вопрос, думали ли вы о своем супруге. То есть я, конечно, понимал, что вы о нем, вы, наверное, о нем думали, вы, наверное, о нем переживали, наверное, вы сказали, что вы его любите, и так далее. Это все, ну, действительно так, но лишь отчасти. Почему отчасти, спросите вы? Связано это с тем, что, видите ли, вам уже тогда, когда начались первые проблемы, вам уже тогда нужно было разговаривать с ним, я имею ввиду, со своим мужем. Вам уже тогда нужно было общаться на тему того, что ему не нравится, что его не устраивает, почему он вам, там, например, грубит, почему он вам хамит, и так далее. Вы с мужем, по сути дела, ну, жили, да, он оказался заложником, значит, своего, своего обещания, может быть, или своих каких-то изначальных принципов, да, вот, и вы оказались тоже заложницей, ну, опять же, по моему мнению, вы оказались заложницей своих собственных каких-то взглядов, желаний и стремлений. И именно по этой причине, по той причине, что уже давно вы с мужем живете так, что между вами, ну, как я понял, нету как такового общения, между вами нету как такового адекватного взаимодействия, вы, по сути дела, своему мужу не даете то, что ему нужно. Конечно, возникает вопрос, значит, а знаете ли вы, что мужу нужно? Знаете ли вы, что он хочет? Знаете ли вы, какие у него цели? Какие у него приоритеты? Знаете ли вы, какие у него желания? Понимаете, то, что ваш мужчина с вами не разводится, по крайней мере, вот пока, говорит о том, что он все-таки вами грозит. Но то, что он, ну, вступает в отношения с другими женщинами, это, конечно, очень скверно. Безусловно, это очень скверно. Я надеюсь, что, ну, вы это понимаете, что это очень плохо, это плохо для вас, это плохо вообще для вашей семьи, для отношений, вот. Но он это делает не просто так, он это делает именно потому, что ему чего-то не хватает. Ему чего-то не хватает для себя. И вот вам нужно свое внимание сконцентрировать именно на том, чтобы постараться понять, в чем нуждается ваш муж, чего он хочет, что ему нужно и так далее. Вот это, именно это, является для вас главным, если вы хотите сохранить отношения со своим супругом. Значит, понятно, что между вами нет доверия, я бы сказал, что, ну, я не знаю, как вы общаетесь с ним, но с вами он общается довольно плохо, довольно негативно, я бы сказал, довольно как-то грубовато, и причины этого мне не ясны, то есть, почему он так с вами общается, чем вызвана его вот такая реакция, да, то есть, причины мне непонятны, вот, но, но, причины по большому счету пока что не важны. По большому счету вам пока самое главное это определить, что не хватает вашему мужу и какие у него собственно желания, какие у него потребности, какие у него собственно сейчас есть неудовлетворенности. Это вот то, что вам нужно сделать прямо вот сейчас. Это то, что вам нужно делать уже в принципе давно нужно было делать, то есть, лучше прислушиваться к то, что ему будет. Вот. Значит, вам необходимо сейчас дать ему отдохнуть. Отдохнуть, ну, скорее всего, от себя, скорее всего, от всего, что связано с вами, потому что его это начало тяготить. и если вы дадите отдохнуть себе и ему, если вы начнете больше думать о себе, если вы начнете говорить ему о том, например, почему он так с нами общается, почему он так с нами обращается, почему он начал вам врать, с чем это связано, спраздливать у него, и если он не отвечает, то говорите ему о том, что прости, в таком случае, зачем мы с тобой вместе. То есть вот, знаете, есть причины, по которым человек поменял свое отношение к вам, и есть причины, по которым вы стали сами что-то в своей жизни менять, и вот эти причины, по которым у вас обоих изменилось поведение, нужно разбираться. И поскольку мы здесь общаемся с вами, то именно с вашими причинами поведения, в первую очередь нужно разбираться. Почему вы, например, повесили все на свой мужик? То есть, да, понятно, что он говорил вам, занимается собой, занимается ребенком, но почему вам не хотелось, например, самой реализовываться где-то еще? мужчина увлекся первой женщиной, да, которым потом слал на море, это связано именно с тем, что он хотел видеть рядом с собой другую женщину. Не в плане, даже не в столько другую, сколько он хотел видеть женское качество, или качество в женской форме. понимаете, определенное, а вы ему это не давали. И это то, о чем нужно с вами в первую очередь беседовать. Почему вы не хотели реализовываться. И сейчас вам 29 лет. В принципе, вы уже работаете, но вопрос в том, почему вы это делаете опять же. чтобы сохранить семью, чтобы обеспечить себя и ребенку, потому что муж перестал это делать. Но почему вы терпите от него такое отношение тогда? То не очень понятно. То есть вот как-то разобраться в том, как вы воспринимаете себя и воспринимаете мужа, в каком контексте это все происходит у вас, является первостепенной задачей. А дальше уже оно будет смотреть исходя из ваших целей. Вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? Чтобы сократить семью, чтобы защитить свои интересы, чтобы сделать счастливым мужем, чтобы сделать счастливым ребенком, чтобы сделать счастливый вас. Что делать, чтобы что? Сформулируйте цель. Потому что пока вы просто подсвету делал сторонний наблюдатель того, что с вами происходит. Мне понравилась точка зрения эксперта, который сказал вам, что у вас нет уважения, вот, но только лишь наверное поправкой, что значит как, ваш муж потерял вам уважение по какой-то причине. А вы, если его уважаете, то делаете это слишком пассивно. Так что он, вероятно, просто не чувствует этого у вас. И вы не уважаете себя. Непонятно, почему вы себя не уважаете, почему вы до сих пор все это терпите, ради чего, ради кого. Если думаете, что вы сделаете так счастливым ребенком, то, к сожалению, это не возможно, потому что ребенку это только хуже. В общем, с этими моментами еще нужно разбираться. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.